так будем замешивать смолу смолу будем замешивать в такой одноразовый стаканчик что он за смола смола у нас будет показать вот ее название покупаю также в нгк маркете мне удобно то есть сама по смола приходит мне из новосиба на них представительство есть также и в москве отвердитель к ней идет вот такой смола без запаха прозрачная практически сейчас вы все сами увидите значит что делаем стаканчику на на весах весы показывает нули наливаем очень тягучая 200 грамм наливаю и смолы 150 70 есть вот получилось 200 грамм этой смолы смола замешивается с отвердителем в пропорциях на 100 грамм смолы 10 грамм отвердителя то есть если у нас здесь 200 грамм нам надо 20 грамм отвердителя весы обнулили и сейчас зальем туда 20 грамм отвердителя 9 и 7 17 20 перемешиваем перемешиваем перемешиваю при помощи здесь можно железным можно деревянным деревянным шпачем как вам удобно здесь на качестве это никак не скажется если при использовании силикона там может как-то прореагировать с металлом здесь хорошо и качественно перемешиваем вот вот Продолжение следует... Видно, что я делаю-то. Так, весы нам надо... Можно отсюда убрать. Нам не нужны... Ламинированная ДСП здесь лежит не просто так. Перед тем, как замешать смолу, я нанес на нее также разделительный слой. ВСМ-ку эту. Сейчас уберем отсюда еще нашу смолу. Я покажу, что мы сделаем всем этим делом. Работаем обязательно в перчатках. Потому что смола, как и силикон, очень глубоко въедается в поры и руки потом очень сложно отмывать. Уходите с грязными руками. Но это очень некрасиво. Да и зачем? Надо беречь себя и свое здоровье. Так, следующим этапом что делаем? Самая большая часть, которая у нас ляжет на саму салу, мы делаем следующим образом. Положили, взяли шу-кисть, нанесли смолу на стеклоткань. Потом взяли нашу стеклоткань. Она практически насквозь пропиталась. И уложили ее на поверхность нашей силиконовой формы. Или будущей силиконовой формы. Также, к помощи кисти, чтобы лишний раз умрать руки. Хоть они у нас и в перчатках. Вот, уложили. Протамповали. Видно? Нет, что делаю? Ага, видно. Ничего не видно, да? Ничего не видно. Вот видите, я и говорил про... Про азарт. Вот, теперь наносим дополнительное количество смолы. Вот так. Теперь делаем то же самое, но с боковыми частями. То есть я укладываю на ровную плоскую плоскость. Здесь наношу на нее смолу. Уже... Уже... Несеная на нее смолой. Прикладываю ее к бортам нашей опалубки. Стараюсь выгонять воздух. Оттуда. Оттуда. Все любую ровненько. И так со всеми частями. То есть наношу смолу. Следующий кусочек. Смола все пропитывает. Вот это у нас насквозь. И следующую часть, к примеру, в эту сторону. Раз. 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 так протамповали дальше у нас есть еще одна часть опять на нашу смолу опять на нашу смолу узкая часть узкого и да смотрим этот способ позволяет вам меньше всего мазаться и быстро работать причем качество ваших работ будет выше порядок почему потому что вашем стекломате будет минимальное количество пузырей качество вашего жесткого кожуха будет высоким это скажется на общем качестве вашей силиконовой формы то есть я замешал 200 грамм и они уже практически заканчиваются расход эпоксидной смолы больше стоит она дороже с ней сложнее работать поскольку она густая но самое главное ее преимущество она бережет ваше здоровье я думаю это стоит того она не имеет запаха это самое главное поверьте мне то есть я имею опыт работы и с тем и с другим материалом до полиэфиркой работать быстрее качество работы получается выше из-за того что нам не ложится и и меньше надо количество слоев потому что она имеет прочность побольше чем эпоксидная смола но она ужасного не имеется резкий запах она токсична она вызывает головные боли раковые заболевания некоторых случаях пренебрегать техникой безопасности так что я бы вам ее не советовал те люди работают же делают стеклопластиковые изделия так так опа сейчас армируем слабые места то есть те места которые не перекрыли мы первым слоем нашим раз осталось тут маленечко и смолы осталось чуть-чуть и на полоска стеклоткани стеклорогожие правильно называет по крайней мере у нас так магазин жестко это было жестко так ладно отвлекаемся собственно а и и и и и и и и не осталось совсем немножко немножко наши смолы стакане осталось бы я не хотел аккуратно работать все равно все перчатки смоле обязательно еще то есть у вас должен быть рукав то есть вот такие вот рукава они вас помог чем закрывать потому что рукавами тоже много цепляете сейчас нам надо притамповать чтобы не торчащик никаких торчащик не было они застынут и булка иголки торчать разные стороны потом на следующий слой у нас не получится положить неудобно будет 7 7 работать нас осталось маленько то есть я бы еще вот сюда один прилепил кусок стеклоткани вот сюда вы что-то перед положил и на основании в этом месте то есть сюда 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 по сторонам потому что замки будут ставиться ну и на самом основании вот на это выше тоже что-то положил а так принципе все вроде легло аккуратненько ровненько подождем еще маленечко остатки остались так ну что теперь теперь ждем ждем высыхание примерно сохнуть они будут где-то это смола наверно сутки паксидная смола дату еще один недостаток по сравнению с полиэфирной что она долго сохнет как минус наверно так и и плюс за это время она успевает пропитать полностью нашу стеклорогожу евро заплате композитный материал снимаем перчатки и выключаем камеру